Глава 2. Сдвиг главной парадигмы. Учимся молиться, как люди библейских времен. Эпиграф. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Иеремия 6.16. В Слове Божьем мы находим много удивительных историй, где описан опыт молитвы, на которую был получен ответ. Библия повествует о поразительных чудесах, поэтому неудивительно, что ученые и мыслители современности полны неверия. Кто из нас видел, как с неба падает манна? Или кто встречал говорящую ослицу? Когда мы боролись с ангелом? Видели, чтобы обух топора плыл по течению и не тонул? Или, может, наблюдали, как кто-то воскрес из мертвых? Как давно служители Господа возносились на огненной колеснице? Если мы найдем время, чтобы прочитать то, что написано в Библии о молитвах, обращенных к Богу, то заметим интересную деталь. Когда дети Божьи молились, Он почти всегда говорил «да». Можно привести совсем немного примеров, когда Господь действительно говорил «нет». Кажется, что сегодня Бог говорит «да» в качестве исключения, а не правила. Если ответ Господа на молитву «да», то мы пребываем в таком восторге, что продолжаем повторять ее неделями и месяцами, ведь это такой редкий и особенный опыт. Если Бог давал положительный ответ на молитвы в библейские времена, что же поменялось сегодня? Одна из проблем может заключаться в том, что сегодня мы подходим к изучению Слова Божьего с сомнениями. Возможно, мы думаем, мы не можем воспринимать эти библейские истории всерьез, ведь это было в те времена, а сегодня все по-другому. Вряд ли Бог мог бы сделать то же самое сегодня. Мы редактируем Священное Писание и пропускаем его через фильтры современного мышления. Но разве Бог изменился? Нет. Конечно же нет. Он не изменен. Его Слово сегодня настолько же истинно, насколько было во времена описанных в нем чудес. Бог отвечал на молитвы, и Он продолжает отвечать сегодня. Библия четко говорит, что мы служим Богу, который слышит наши молитвы. Это должно придавать нам уверенности, когда мы просим Его о помощи. Однако зачастую мы все еще не можем поверить, и в этом заключается проблема. Сегодня для успеха в духовной жизни необходимо иметь уверенность, что Бог действительно слышит и отвечает на молитвы. Один из моих любимых текстов записан в первом послании Иоанна, в пятой главе, в четырнадцатом-пятнадцатом стихах. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. В этом стихе мы находим ключ для получения ответа на молитву. Просим по воле Его. Но что это означает на самом деле? Ссылаясь на этот отрывок, Эллен Уайт пишет. Нам надо просить то, что Он обещал, а то, что получаем, использовать для исполнения Его воли. Если условия выполняются, на молитву будет обязательно отвечено. Эллен Уайт, книга молитва, страница 105. Если вы читаете Библию, то вскоре заметите похожий сценарий во многих вещах. Бог есть любовь. Он ищет души для спасения. Бог устанавливает и воздвигает свое вечное царство, где больше не будет ни греха, ни печалей. Господь не желает изнежить нас, поскольку тогда может быть поставлено под угрозу наше спасение. Это бы противоречило Его благой воле. Но если мы молимся о том, что по воле Его и для Его славы, чтобы работа продвигалась и много людей было спасено, то мы можем обращаться к Богу с уверенностью и смелостью, несмотря на то, что нам это кажется невозможным. Все очень просто. Однако давайте рассмотрим эту концепцию немного глубже. Новый взгляд на молитву «Да будет воля Твоя». Очень часто в конце своих молитв мы произносим «Пусть на все, о чем просим, будет воля Твоя. Аминь». Так и должно быть, потому что мы не можем требовать от Бога определенных действий. Мы всегда должны молиться в кротком повиновении Его воли. Вот цитата из комментариев адвентистов седьмого дня к Библии. «Пусть люди молятся о том, чтобы отречься от своего «я» и пребывать в гармонии с небесами. Молясь, пусть они говорят, не моя воля Божия, но Твоя да будет. Нам нельзя забывать, что Божьи пути – это пути нечеловеческие, и Его мысли не похожи на наши». Конец цитаты. Однако, может ли быть так, что мы не до конца понимаем, чему Бог хочет нас научить через слова «Молитесь согласно воле моей» и моим ответом будет «Да». Может ли быть так, что слова «Да будет воля Твоя» стали просто избитой фразой, которую мы небрежно добавляем к своей молитве, чтобы просто обезопасить себя, если вдруг все обернется не так, как мы надеялись. В Библии записана молитва Иисуса Навина, в которой Он приказал Солнцу остановиться. «Стой, Солнце над Гаваоном и Луна над долиною Айолонскую». Иисуса Навина, 10-12. Когда Иисус Навин молился, чтобы Солнце остановилось, Он уже знал, что это было по воле Божьей, потому что Господь еще раньше пообещал ему – враг будет повержен. Но ключевой момент в том, что еще до этого Он провел значительное количество времени в поисках воли Божьей, прежде чем высказать такую смелую просьбу. А затем, вместо того, чтобы расслабиться, самодовольно ожидая ответа от Бога, Он отправился трудиться, а во время работы снова молился. Цитата Эллен Уайт из книги «Патриархии и пророки». Он, Иисус Навин, сделал все, что было в человеческих силах, и затем с верой обратился за Божественной помощью. Секрет успеха заключается в союзе Божественной силы с человеческими усилиями. Великих успехов достигают те, кто безоговорочно полагается на руку Всемогущего. Тот же человек, повелевший стой солнца над Гаваоном и луна над долиною Айелонскою, целыми часами молился, распростершись на земле, встань при Галгале. Люди молитвы – это люди силы. Эллен Уайт, книга «Патриархии и пророки», страница 509. Чтобы иметь непреклонную уверенность, с которой Иисус Навин молился к Господу, мы должны знать волю Божью. А единственный возможный способ сделать это – узнавать его лично посредством его слова. Здесь не идет речь об импульсивности в молитве. Ведь для того, чтобы иметь твердое основание, необходимо быть укорененным в Слове Божьем. Это означает, что мы молимся согласно воле Бога, как написано в Библии. Цитата Эллен Уайт из книги «Служение благотворительности». Человек, совершающий труд согласно Божьему плану, будет молиться так. «Пусть в этот день, благодаря моей работе среди страждущего человечества, станет известно, что есть Бог в Израиле и что я его раб. Пусть будет видно, что я работаю не по изволению своему, но по его слову». Когда человек проявляет такое отношение и осознает, что он выполняет Божий план, и что Господь исполняет свой план через него, он обретает силу свыше, не знающую поражений. «Все силы, противодействующие ему, будут как Мекина на гумне». Эллен Уайт, книга «Служение благотворительности», страница 123-124. Баунс, человек, известный своей вдохновенной молитвенной жизнью, а также тем, что применял на практике все то, о чем проповедовал, сделал молитву приоритетом в своей жизни. Он молился ежедневно с 4 до 7 утра на протяжении многих лет. О нем писали «Как дыхание является частью нашей физической реальности, так молитва является частью реальности Баунса». Он является автором множества книг о молитве, которые стали благословением и оказали огромное влияние на тысячи людей. Баунс пишет Длительное время, проведенное с Богом, является секретом всех действенных молитв. Молитва, дающая великую силу, – это непосредственный результат большого количества времени, проведенного с Богом. Наши короткие молитвы своей результативностью и эффективностью обязаны длительным мольбам, произнесенным ранее. Те, кто не имеет твердой убежденности после пережитого опыта победы с Богом и продолжительной сложной битвы, не могут обращаться к Господу в своих коротких молитвах. Победа веры Иакова не могла быть одержана, если бы не было той длительной борьбы в течение всей ночи. Знакомство с Богом не похоже на неожиданный короткий звонок по телефону. Он не удостаивает награды поспешных или случайных прохожих. Время, проведенное наедине с Богом, является секретом познания Его и пережитого личного опыта. Господь уступает настойчивости веры того человека, который знает его лично. Он дает богатые дары тем, кто проявляет рвение и сможет ценить их, будучи постоянным и искренним, выражая свои настойчивые прошения. Конец цитаты. Имеем ли мы такую безоговорочную смелость и постоянство веры, как результат нашего личного знакомства с Богом, которые были у Иисуса Навина и других героев Библии? Таков ли постоянный сценарий нашей жизни? Если нет, нам стоит молить Бога о том, чтобы Он укрепил нас. Сдвиг главной парадигмы Парадигма – это набор концепций, тип и шаблоны мышления и определенная методология исследования. У нас, адвентистов, также существует определенная парадигма, когда дело касается вопросов веры, евангелия, библейских доктрин, евангелизма и стиля жизни. Основание всего этого – Слово Божье. Может, эта библейская парадигма была искажена посредством культуры, в которой мы живем? Возможно, мы растратили силу, которой обладали мужи веры в прошлом, из-за того, что основанием нашей парадигмы уже не является Библия, а являются сомнения и скептицизм, присущие большей части современного общества. И если мы желаем изменить жизнь и служение к лучшему, мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы в нашей духовной жизни и на нашем пути веры произошел сдвиг главной парадигмы. Безумие – это постоянное повторение одинаковых действий в надежде получить другие результаты. Если мы желаем увидеть другой результат, если мы хотим наблюдать, как поколеблются царства земные, как это было в одни Пятидесятницы, если жаждем, чтобы произошло излитие позднего дождя и благая весть распространилась по всему миру, чтобы мы могли вернуться домой, нечто должно измениться в нашем образе жизни и в совершаемом служении. И это нечто – это мы сами, то, как мы живем и как молимся. Церковь понимает – что-то должно измениться. Однако не все изменения находят поддержку в Слове Божьем. Инновационные технологии в программах или новые формы молитвы не содержат тех ответов, в которых мы так нуждаемся. О нет! Ответы, которые нам необходимы, можно найти в историях жизни людей древности. «Библия говорит нам, так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» – Иеремии 6,16. Мы лишь приоткрыли занавес той тайны, которая делала молитву детей Божьих в библейские времена настолько сильной. Мы продолжим изучать эту тему в последующих главах, но давайте сегодня остановимся, преклоним колени и попросим Бога, чтобы Он дал нам новую парадигму молитвы – Его парадигму. Давайте просить, чтобы Господь сделал нас такими верующими, которые будут молиться с уверенностью и смелостью по воле Его, потому что мы уже уделили время для того, чтобы узнать Божью волю. Давайте молиться о том, чтобы царства земные поколебались ради славы Божьей. Мы можем быть опытными воинами молитвы или лишь младенцами веры, но давайте же рискнем просить о большем.